У власти после Сталина были одни дебилы. Подпишись, чтобы понимать, что на самом деле происходит в стране. Почему в каждом городе стоит памятник Ленину? Это наш вождь. Был, есть и будет. Как говорили в годы моей юности, Ленин жил, живет и будет жить. Почему? Традиция, наверное. Ну, это из прошлого нашего. То есть мы знаем, что он революцию совершил. И поэтому, наверное, в каждом городе его подсчитают еще. Я думаю, потому что Ленин очень много сделал для людей. Потому что человек, благодаря которому появились я, вы, вот и все. Наверное, ностальгия у людей. Ну, чтобы не забывали, что у нас был такой великий вождь. Потому что каждый город, город трудовой доблести. Я бы предположила, наверное, эти памятники ставили в тот период, когда был, скажем так, культ Ленина, когда о нем говорили. И говорили довольно много. Я думаю, что, наверное, поэтому. Известная личность, наверное. Ну, наверное, преданность Октябрьской революции. Ленину? Да. Это у нас великий же получается. Из-за этого везде, в каждом городе. У нас даже поселки в Адмурте есть. Как считаете тогда, почему Сталину, допустим, нет победников? Ну, кое-где есть, наверное. Просто Сталин после Ленина уже был второй. Ну, потому что, наверное, культ был Сталина, а потом его что-то это самое. Ну, Сталину тоже бы поставить памятники не мешало. Потому что Сталин спас нас, вас от нацистов. А потому что у нас у власти после Сталина были одни дебилы. Наверное, меньше знают. У многих, наверное, связаны негативные какие-то воспоминания. Ну, значит, Ленин был умнее как-то, продуктивнее работал. Ну, я думаю, потому что Ленина больше любили, и потому что при Сталине было много репрессий. Был, наверное, определенный период, когда эти памятники также стояли. Просто, возможно, мы до этого периода не дожили. Ну, это после того, как это Хрущев на съезде к КПСС про него личного много договорил. Репрессий много было после этого, после тех, и после этого его из Мазолея вынесли. Как считаете еще, почему нет памятника нашему нынешнему президенту? Ну, наверное, надо поставить. Ну, потому что он еще жив. Ну, руки не дошли до этого еще, наверное. Ну, обычно памятники же ставят. Когда уже человека нет, придет время, наверное, и Путину поставят. Как нету? Где-то ведь есть? Нету, точно. Вы проверяли? Ну, ему уже, не знаю, он царь уже, а не президент у нас. Ну, он еще жив. Ну, поставят, наверное. Ну, при жизни, думаю, нет, а после может быть. Ну, не знаю, может быть, будет. Я бы поставил. Потому что, может, это уже не мейнстрим, это уже не модно, вот и все. Ну, как говорится, люди ценят просто его ухода. Думаю, вот так вот. Ему поставят, потому что это умница вообще человек. Какой он получил в России, то, что он ее вытянул на одну из, как говорится, лучших. Стран мира, это говорит о многом. Единственное, его промах, это с пенсионерами. Все министры нашего пенсионного фонда меняются через год-два и оседают в Испании, в Италии. Это по телевизору говорили? Это не мои выдумки. Ну, и вообще, как считаете, нужны ли памятники? И если да, то зачем? Конечно, чтобы наши дети, допустим, знали, кто это. Родители рассказывали историю. Ну, и вообще восхищались нашим городом. Это же история, чтобы будущие поколения знали, что было. Да, конечно, потому что чтить культуру. Ну, вообще-то это память, я так считаю. Памятники нужны, наверное. Он у нас же стоит здесь. Памятники для того, чтобы помнить. Конечно, нужны. Это же наше прошлое. А если нет прошлого, не будет и настоящего. Даже не знаю, в качестве украшения ландшафта и ради сохранения памяти. О прошлом, о настоящем и будущем. Ну, это для того, чтобы наши дети все-таки знали историю, наверное. Спрашивали, кто это такой, чтобы мы могли им пояснить. Ну, если этот человек значим для истории, то, я думаю, памятник нужен. Я думаю, чтобы не забывали, наверное, конечно. Если вот Путин у нас хороший, так вот, чтобы его не забывали. Да, безусловно, нужны. Это, в первую очередь, память о прошлом страны. И, в принципе, поддержка культуры, поддержка каких-то ценностей материальных в то же время. И в то же время это красота. В каких-то случаях это может быть как карточка города даже. Ну, есть-есть, нет-нету. Ну, я считаю, что памятники не нужны. А почему? Потому что, если остается, это в душе всегда останется. Да, это не модно уже, как бы. Сейчас больше называют, наверное, улицы в честь кого-то. Вот и все. Сейчас памятники стали чем-то похожим, наверное, на арт-объекты. Это места, куда люди приходят, чтобы, например, пофотографироваться. Вокруг них, как будто бы сейчас строятся парки. Поэтому, наверное, для таких целей, для того, чтобы облапираживать город и делать, например, какое-то место, которое было раньше заброшенным центром, скажем так, где могут собираться какие-то молодые люди или просто приходить люди и посидеть, наверное, да. Если бы я ставила памятники, то я бы ставила памятники именно для этого, для того, чтобы создать определенную зону рекреации. Досмотрел до конца? Поставь лайк, чтобы голос регионов услышали. Продолжение следует...